для утепления балкона можно использовать самую теплую шерсть или просто взять лоджик пир балкон теплее еще теплее лоджик пир надо видео начать как будто момент комментария один из зрителей написал какой колхозный дом чего нельзя было нанять архитектора ну конечно же это хейтер но я не стала блокировать это на его совести есть другой момент который меня зацепил и я так назвал наш видос буквально несколько минут и вы все сами прекрасно поймете расскажу сегодня про фундамент от начала и до конца многие зрители мне писали для чего такой большой дом потом начали писать для чего такой большой хоз двор если вы рассчитываете построить свой сельский дом и ограничиться гаражом всего лишь на одну тире две машины я спешу вас огорчить это не пройдет давайте загибать пальцы газонокосилка снегоуборочная машина культиватор сельхозмашина дровокол измельчитель велосипеда детей ваш велосипед велосипед жены тачка для летних работ потому что хранить ее лучше все таки в закрытом помещении объясню у нее колеса от ультрафиолета оказывается начинают трескаться то есть резина у нас вот такая и соответственно лучше хранить ее в теньке а тенек лучше и в гараже хлам который не поместился в вашем доме а его поверьте мне очень много хранение всяких сельхоз моментов типа лопаты и грабли топоры да много чего и вот даже то что я уже назвал занимает где-то квадратов 30-40 это как минимум а у меня еще пасека жарковский-мед.рф друзья всем рекомендую дягель разнотравия василек василек перга пыльца все есть все что на сайте переходите заказывайте все отправлю медовое хранилище тоже необходимо где-то смонтировать а еще нужен навес для летних работ когда в гараже вроде как работать не комфортно а на улице самое то поэтому навесик тоже хотелось бы и вот мы проанализировав все эти нюансы решили что нам нужен хороший мощный хозяйственный двор в котором будет реализованы все вопросы ну и как вариант еще я брал идею у родителей потому что все что у них воплощено это грамотно так как мама очень долго все скрупулезно планировала и в конечном итоге у них очень удобная жизнь в плане от хозяйственных построек это как минимум в ближайшие несколько минут хочу полностью рассказать как это происходило но и показать это в своих архивных видео и в современных тоже поэтому поехали первым делом с женей в прошлом году мы закупили два километра десятой арматуры и три кубических метра доски ну и начали строить фундамент так как участок пока не спланирован полностью я отстрелял лазером высотные отметки и на следующий день мы уже начали копать работа шла весело и непринужденно дети очень помогали в этом вообще рад что им так нравится помогать нам в труде с никитой мы связали каркас и с элиной скрутили щиты но с женей все растащили по канаве тут хочу поделиться идеей фиксации опалубки использую ее еще со времен строительства цокольного этажа идея заключается в креплении опалубки шпилькой через полипропиленовые трубки этот вариант сохраняет в цельности и шпильку и трубку для дальнейших проектов и сомнений конкретно по данному фундаменту из моего проекта было только то что ленточный фундамент в идеале дополнять бурнобивными сваями каждые полтора примерно метра этого и делать не стал но из расчета того что здесь будет потом монолитная бетонная плита и все это будет лежать на уши п собственно уши п мы с вами и монтируем в целом пока думаю точно таким же путем весной начать строить большой плавательный бассейн на участке после двух сезонов в своем бассейне на 6 кубов которые вы видели мы поняли что сможем легко обслуживать и бассейн на 40 50 кубических метров поэтому следите скоро все будет а чтобы не упустить момент советую подписаться на ютубчик и на наш дзен канал ссылка будет в описании под видео отвлеклись итак после установки опалубки связывания арматурного каркаса формирование ровного уровня мы вызвали несколько миксеров все мероприятие в этот день на вышли нам в 200 тысяч рублей это для того чтобы вы понимали примерные расценки ну плюс минус сегодня это стоит примерно также может быть чуть подороже может чуть подешевле но это было только лента без плиты плита будет чуть позже забегая вперед скажу вам что плита обойдется нам примерно в 170 тысяч то есть весь фундамент 24 метра на 6 метров выходит приблизительно 400 тысяч рублей такая жизнь а вот теперь самое интересное возвращаясь к осени прошлого года когда мы заканчивали наш строительный сезон из-за нехватки финансовых средств мой сосед как раз начинал его потому что бригады там запоздали и вышли не вовремя завершали гаражные работы они уже по холоду по снегу по морозу конечно же неминуемо это привело к нарушению технологического процесса и уже в этом году новая бригада зашедшая на кровлю обнаружили все эти проблемы а проблема заключалась в том что армопояс раскрашивался просто от усилия руки соответственно соседям ничего не оставалось делать как под основу разобрать бульдозером весь гараж и на его месте построить новый это не блажь просто в данном сооружении планируется газовая котельная с газом как вы знаете шутки плохи поэтому его переделали кирпич или иными словами бут от этого гаража нужно было куда-то девать а мне как раз нужно было делать в это время обратную засыпку эти 20 кубов ячейстого бетона и дали моему гаражу должное внутреннее утепление уважаемые хейтеры сейчас ваш выход но если серьезно друзья как вы думаете хорошо это или плохо утепление пеноблоком напишите пожалуйста вашу мысль по этому поводу в комментариях в общем пеноблочным бутом мы отсыпали все основание нашего гаража где-то получилось больше где-то получилось меньше с детьми мы решили растащить камешки и разбросать их ровно по всему основанию у нас-то удалось но мелкие фракции крайне тяжело отсортировать поэтому я принял решение что все же мы наймем трактор для этих работ но заранее прежде чем пригласить трактор мы еще завезли 60 кубических метров суглинка это три 20 тонных камаза после чего приехал тракторист и разровнял все это дело мне ровненько по фундаменту но не так как ровно как хотелось бы конечно нам пришлось после этого брать лопаты и разравнивать все своими руками но друзья так у нас называется канал поэтому все нормально после того как мы все отлично разровняли осталось уплотнить грунт тут на выручку пришла машинка которую кстати я тоже позже планирую хранить в этом гараже виброплита хитр вы ее у меня уже видели друзья я вам и показывал выпуске где мы ну правда уже по первому снегу разравнивали в том году гравий на нашей стоянке но перед домом ну вот на этой площадке братцы поделюсь виброплитой работать одно удовольствие единственное о чем я жалею и что считаю минусом данной ситуации это то что я не приобрел ее в самом начале своего строительства нужно было брать ее еще на строительстве цокольного этажа потому что я его утаптывал шлеп ногой сделаны из чурки это неправильно или берите в аренду или покупайте а после чего когда она вам уже будет не нужна вы продадите после всей стройки совершенно без проблем в общем виброплиту я считаю одной из самых важных инструментов строительстве своего дома ну уличных работах продолжаем и так нам конечно же не хватило грунта хорошо что есть добрые отзывчивые соседи и мне мой сосед олег позволил взять из его большой кучи которую он там копал под свои какие-то нужды пять ковшей экскаватора погрузчика нам сюда это все привезли и мы снова с детьми принялись за наш труд надо сказать что детям реально это нравится а мне нравится что им нравится я считаю что чтобы не писали хейтеры про детский труд и так далее я приучаю хорошему правильному к работе руками надо сказать что они уже горят работой по бассейну который начнется в следующем году когда папа мы начнем но все в деньги упирается завезли грунт теперь удача нашей стороне нам всего хватило мы это начали разравнивать но тут прям как по заказу вся плита залито и залито очень качественно видите сколько воды и эта штука будет у нас пару дней поэтому можно даже не вибрировать скоро плита будет ровненькая сама я конечно все равно подровняю даже он на гравии лужи стоят хотя гравию мне впитывает отлично стало вот так вот хорошо и красиво сейчас пару дней дождик а еще потом пройду вибропрессом и после чего мы начнем с вами монтировать уже арматуру так ну и коли уж тема сегодня пошла о полезностях друзья презентую вам сегодня степлер взял новый пневматический для скобок гвоздей компания z-trek zkp sn01 очень полезная штука взял для пчеловодческих моментов рамки колотить но уже использовал для поправить там парничок целлофанчик и так далее скоро например сауну буду обшивать кедровой еврорейкой и сто процентов уверен что он для этих целей пригодится я уже зарядил вот они меня скобочки пробовал предположим у нас есть пчеловодческая рамочка с вот такими вот косячными гвоздями кстати такое часто бывает это не совсем хорошо не знаю зачем вам эта тема сегодня фильме про фундамент но я просто пример привожу такой на самом деле использовать можно в любых ипостасе так вот берем кислород пристрелили калаш мать дай божечки это на века это точно на века рекомендую парня стоит копейки вещь очень классная все возвращаемся к нашим баранам и так братцы дабы вас не напрягать сильно своими видосами а так рациональненько использовать все наше свободное эфирное время фундамент готов осталось завести металл который я завтра уже приобрету и и и и мы начнем вязать уже сетку сетка будет из 10 арматуры в один слой ячейка 200 на 200 толщина плиты будет 10 сантиметров если кто-то с этим не согласен и считаете это неправильно пожалуйста напишите но я руководствуюсь таким моментом грунт у нас очень хорошо утрамбован он держит плиту снизу на поэтому плите продвиг продавливаться прожиматься никак не получится и соответственно зачем заморачиваться 15 или там 18 сантиметрами десятки вполне достаточно арматура нужно только на разрыв то есть для того чтобы пеноблок стоял комфортно ровно и так далее как удобно с gopro когда ты видишь сам себя в экране ребят я кашу немного взглядом просто тут экранчик есть так удобно выпуск почти заканчивается давайте сканины в комментарии с вами нырнем и напишем мне вот еще какой момент на как вы считаете что интереснее было бы на этом смонтировать фундаменте варианты пеноблок с хаубергом как и здесь ну то есть чтобы было прям в единой композиции дальше каркасник потом вариант с сэндвичем но мне кажется сэндвича какой-то магазинный вариант и варианты лстк это интересно но финансово затратно но интересно поэтому вот сейчас придумываю но вы посоветуете может кто-то уже чем-то сталкивался вы когда-то мне подсказали хауберг и я очень доволен тем что я его на использовал и кстати друзья мне теперь еще приятно те кто писали мне что он воняет и так далее посмотрите предыдущий ролик братцы и даже не ролик а почитайте комментарии под ним и вы увидите что очень многие кто сделал никаких запахов не чувствуют и все им нравится все хорошо увидимся с вами через недельку все до скорых встреч пока пока